Больные налево, здоровые направо. В Тульской детской инфекционной больнице на Марата теперь так. Разделить потоки пациентов – одна из задач проекта «Бережливая поликлиника». Об этом главе региона докладывает профильный министр. Губернатора встречают в холле. Именно здесь пациенты увидят самые масштабные изменения. Мы создаем условия для того, чтобы пациенты могли находиться в учреждении не так долго. Если они находятся здесь, то чтобы было максимально комфортно. Вот эта зона, где мы сейчас находимся, эта зона будет для детей. Она вот именно таким вот образом представлена. Симпатично все. Картинка у вас. Посмотрим, как это будет в процессе. Мы сейчас вам покажем, где она запомнилась в завершении. Для медицинских карточек – отдельный кабинет. Их больше не будут искать при пациентах. А по предварительной записи заранее отдадут врачу. Попасть к специалистам поможет администратор и единая форма навигации. Изменилось и рабочее место медиков. Его сделали более эргономичным, показывают главе региона. В детской больнице ремонт практически завершен. Открытие для пациентов планируют в течение месяца. А вот в соседнем медучреждении работа в самом разгаре. Горбольница номер 9 также вошла в проект. Специалисты перевели в порядок фасад, установили новые окна. Сейчас меняют коммуникации. В том числе отремонтировали и подъездные пути. По вашему поручению дорогу сделали. Еще сейчас, я понимаю, в следующем году у нас запланированы ряд работ, которые благоустроят подходные пути к поликлиникам. Мы хотим, чтобы у нас вместе мы такой план комплексный сработал. Но сегодня уже люди довольны, как говорят, с чистыми ногами. Есть возможность подъезда на автомобиле. К Тульской поликлинике на Марата прикреплено почти 50 тысяч человек. Смину принимает порядка 100, а медиков 29. И это мало, говорит главный врач, но над проблемой работают. В этом году в поликлинику пришли молодые специалисты. Эндокринолог, невролог, кардиолог, рентгенолог и терапевт. Пока идет ремонт, за медицинской помощью пациенты идут в соседний стационар. Временные неудобства стали поводом для жалоб. Я попрошу вас найти время. Может быть вы там были, но еще раз съездите и посмотрите, как организована работа. Потому что жалобы идут. Мы понимаем, что это временные трудности, но в любом случае мы не должны их создавать для наших граждан. И сделать все возможное, чтобы количество жалоб у нас уменьшилось и вообще не ушли. Городская больница на улице Марата в этом году отмечает юбилей 90 лет. Возвели ее в 1927 году. Тогда единый тульский диспансер имени Крупской. Сейчас памятник культуры регионального значения. Последний раз ремонт в здании проводили 20 лет назад. Задача строителей не только привести в порядок помещение, но и сохранить исторический облик. Здесь не только бюджетные деньги, но здесь еще в большей степени небюджетные деньги. Это наши меценаты, наши спонсоры. И, конечно, мы должны очень бюджетливо подходить к этим вопросам. Я попрошу вас взять под личный контроль и качество работ. Во-первых, те сроки, которые обозначены. Качественная медицина должна быть доступной, отмечает глава региона. В том числе и для людей с ограниченными возможностями. В рамках проекта в поликлинике оборудуют безбарьерные зоны. А кабинеты узких специалистов, в том числе и дежурного врача, переведут на первый этаж. Появится и новое оборудование. Флюрограф, маммограф. Губернатор дает поручение сделать все возможное, чтобы тульские поликлиники стали действительно бережливыми. Конечно, будет улучшаться и материально-техническая база. Конечно, мы понимаем, что и с кадрами есть вопросы. Поставлена задача министру изыскать все возможности для того, чтобы привлечь молодых специалистов. Сохранить старые кадры, конечно же, в первую очередь. Ну и мы этот проект будем двигать дальше, потому что это все сделано для того, чтобы, еще раз подчеркиваю, повысить качество оказания медицинских услуг. В рамках проекта уже сейчас городские поликлиники внедряют нововведения. Например, можно записаться на прием к дежурному врачу и в кабинеты выдачи справок. В детской сети ввели отдельное подразделение для профилактических осмотров «Здоровое детство». В пилотный проект «Бережливая поликлиника» вошло 16 медучреждений региона и 4 из них – детские. Галина Гуркина, Руслан Кравченко, Дмитрий Бочаров, Первый Тульский.